Вот и меня заставила нужда обратиться в фирму «Два колеса». После поездки на уик-энде в запасное остался я как раз без запаски. Да и второе колесо сзади на ладан дышит. Поэтому эти самые два колеса мне пришлось. Ну не купить в этой замечательной фирме, хотя выбор здесь огромный, а взять и у Алексея, бэуштые. Почему? Ну потому что некоторые нерадивые и, мягко скажем, необязательные однофамильцы любят подарки за чужой счет. Ну а поменять два этих самых колеса здесь одно удовольствие. Другое удовольствие – покупать здесь обувь для автомобиля. Ну во-первых, есть из чего выбрать – эконом, класс и премиум. Ну во-вторых, система «Все включено» оказывается работает не только в Турции или Египте, но и на «Московской 5» фирме «Два колеса». Только дурак не знает поговорку «Готовься не летом, а телегу зимой». Ну судя по тому, что наше правительство из нашей супербогатой страны так и не удосужилось сделать что-то сверхпопулярное для проживания, то проблема дураков у нас остается. Что делать в этой ситуации, когда доходов не хватает, а жить-то хочется нормально? Надо либо увеличивать доходы эти самые, либо оптимизировать расходы. Увеличивать доходы нам не удается, к сожалению. А вот фирма «Два колеса» позволяет вам оптимизировать расходы. Не забывайте о том, что сегодня, здесь и сейчас, на «Московской 5» Допустим, весь ассортимент резины фирмы «Нокия» с шиномонтажом и балансировкой за 1700 рублей на 13, где вы такие цены видели, я не знаю. Ну все, что и больше, чуть-чуть подороже. Вот так в относительно небольшую цену колеса уже включен и шиномонтаж, и балансировка. Кстати, может ли стать банальная шина легкового автомобиля модным аксессуаром, при этом не только не потеряв, но и намного улучшив каждое из своих качеств. Да, когда над ней поработал самый титулованный промышленный дизайнер мира – Жуджара. И шина эта – «Редештайн». Российская шина с голландским именем и голландского же производства. Глобализация. Но совместное российско-голландско-индийское предприятие выпускает не только супершины в «Редештайн» премиум-класса, над которыми, кстати, поработал маэстр Жуджара. В России на заводах «Амтел» выпускаются шины эконом-класса «Амтел». «Амтел Планет» и «Нордмастер», то есть зимнего и летнего ассортимента. Причем как для малолитражек, так и для спортивных автомобилей. Размерность до 17 дюймов. Ну и кто обвинит меня в том, что я из большинства, тому и отвечу. Да, я из большинства. Из тех 24% россиян, которые выбрали шины «Амтел», я на свою машину, на вторую машину «Мазда» поставил именно эти шины. Кто может обвинить автоскоп халявности? Я вам скажу, вы попробуйте вот так вот, когда люди везде ходят, спереди, сзади, с верхки иногда залазить, прописать грамотный стендап. Вот, по-моему. Мы вернемся к тому, что у нас сегодня на дворе. На дворе у нас сегодня лето. Ну, а лето – это очень хорошо. Почему? Ну, потому что это возможность вас устроить как активный, так и пассивный отдых. Возможность сделать грамотные грузоперевозки, потому что осенняя распутица еще не наступила. Так вот, вернемся к активному отдыху. Активный отдых в Уралосибирской зоне. Вот такой. Это возможность на джипе залезть по самое не хочу. И чтобы оттуда вылезти, фирма «Два колеса» приготовила вам вот такую, китайскую недорогую резину. С вот такими зубьями, с вот таким названием – «Арма». А для ваших китайских же и японских грузовичков, которые помогают вам зарабатывать деньги, здесь есть большое количество грузовой рулящей резины на 16 и толкающей резины от 12 до тоже 16 размера. Так что зарабатывайте деньги и активно отдыхайте. Давно говорим, что Америка и Россия похожи. Только вот подход к грузоперевозкам у нас был разный до недавнего времени. Но сейчас все меняется. И эра маломощных чадящих грузовиков и муниципальных предприятий уже уходит. Сейчас все ставят на более мощные зарабатывания денег на более мощных грузовиках – американских, российских, европейских. И вот для них понадобится, конечно, больше, чем «Два колеса». Гораздо больше. Но где это все взять? Как ни странно, в фирме «Два колеса». То, что есть бескамерные легковые шины, все давно знают. Но чтобы такого же типа шины ставить на грузовик, а как же шиномонтаж? Честно говоря, мы ожидали какого-то особого шаманского ритуала и плясок с бубнами над станком в процессе монтажа шины. На самом деле, чтобы одеть резину на диск, требуется ровно 5 минут. Ловкость рук и никакого машинства. Чтобы накачать такое колесо, до 9 атмосфер, кстати, нужно еще столько же. Итого минут 10. На то, что раньше требовало гораздо больших затрат, времени и сил. Ну, программа «Автостоп» не кичит своей независимостью и не ангажирует. Как большие и могучие телевизионные каналы. Программа «Автостоп» делает свои собственные сюжеты. Она не берет полностью передачу образца 2005 года. Я имею в виду историю с НТВ и ТОП ГИР. Программа «Автостоп» также кидают по диагонали. Так и Череповецкий, Северсталь, Магнитогорский и Металлургический комбинат. Ну, историю, знаете, Алфа-Лортов. Пакистанские заводы, якобы купленные. Ну, сегодня речь не об этом шла. И идет. Мы приезжаем сюда для того, чтобы узнавать полезную информацию. Мы сегодня показали вам, что надо готовить, соответственно, сани летом. Большие грузовики можно готовить здесь всегда, чтобы они ездили спокойно, не выставляли вам неприятностей. А в ближайшем будущем сюда, в два колеса, что на Московской 5, привезут элитную резину совместного российско-индийского предприятия. Вы знаете, Amtel уже прет во все. Решили они купить мощного итальянского дизайнера, Gio Giara. Простите, я только сегодня услышал эту фамилию. И здесь будет продаваться резина фирмы Redstein. Она является топовой и бьет все рекорды. О чем это говорит? О высоком уровне двух колес.